Многочисленные исследования подтвердили роль окислительного стресса в развитии ишемического повреждения и эндотелиальной дисфункции. Экстракты боярышника и розмарина представляют собой богатые полифенолами соединения, которые доказали свою эффективность при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Было изучено влияние экстрактов боярышника и розмарина на повреждения миокарда, связанное с окислительным статусом, и продукцией различных вазоактивных веществ. В экспериментах на крысах экстракты боярышника и розмарина снижали уровень сосудосуживающих пептидов, таких как ангиотензин-2 и эндотелин-1, повышали уровень вазодилататоров и улучшали метаболизм оксида азода, который расширяет сосуды. Лечение полифенолами восстановило левое внутрижелудочковое давление и механическую работу сердца. Исследователи пришли к выводу, что лечение розмарином и боярышником ослабляет морфологические и функциональные изменения, связанные с ишемией, как за счет снижения окислительной нагрузки, так и за счет улучшения баланса между сосудосуживающими и сосудорасширяющими веществами. Фактически в зоне инфаркта было обнаружено повышение концентрации сосудосуживающего вещества ангиотензина-2, которые коррелировали со снижением проводимости среди миоцитов, клеток сердца. Результаты показывают, что инфаркт значительно увеличит концентрацию сосудосуживающего вещества ангиотензина-2, так как лечение розмарином и боярышником значительно снижает его концентрацию. Используя взрослых крыс, которым вводили розмариновую кислоту, было обнаружено снижение экспрессии ангиотензин превращающего фермента, который превращает ангиотензин-1 в ангиотензин-2. Аналогичным образом в исследовании значения сосудосуживающего вещества ангиотензина-2 снизились у крыс, получавших розмарин. Эти результаты также по-видимому согласуются с работой, в которой обнаружили, что лечение боярышника также подавляет ангиотензин превращающий фермент, который превращает ангиотензин-1 в ангиотензин-2, в его активную форму, чтобы суживать сосуды. Продолжение следует...